Дорогие зрители, наверное, все играли в футбол на открытых площадках и во дворах. Это отличается от футбола на большом газоне, но помогает развить технику и быстроту мышления. Почти все профессиональные спортсмены рано начинали играть по правилам большого футбола, но есть исключения. В этом видео мы расскажем о футболистах, которые довольно продолжительное время играли в футзал, и это помогло им стать звездами мирового масштаба. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Самый яркий пример – форвард Монако, за которого зимой Барселона была готова заплатить 80 миллионов евро. До 19 лет он играл в футзал и вызывался в мини-футбольную сборную Франции, пока на него не обратили внимание скауты из Лиги 1. Бен Едера отличала двуногость, которую он также развил на паркете. Как-то он сломал правую ногу и пришел на тренировку в гипсе. Его отправляли на банку. Нови сам настоял, что может играть, и просил пасовать ему под левую ногу. Поразительно, но скауты больших французских клубов обратили на него внимание именно по выступлениям в мини-футболе. Бывший спортивный консультант Парис Анжермен признавался, он думал, что везет в работавший с ним тогда Лиль нового Марадону. Но на опережение сыграла Тулуза, которая подписала с Бен Едером первый профессиональный контракт. Два первых сезона прошли так себе. Тренер Ален Казанова не верил в юношу. И в первые два года весам забил лишь один раз. Зато потом понеслась. В следующих четырех сезонах он заколачивал не менее 15 иголов. Потом были Севилья, сборная Франции и общее признание. В футзале я прокачал технику, увеличил скорость принятия решения, научился равновесию и устойчивости. Главное, обрел навык концентрироваться перед воротами. Это очень помогло мне в профессиональном футболе. Неважно, выхожу я против защитника или вратаря. Часто использую то, что узнал и совершенствовал все эти годы в футзале. На площадке у вас меньше времени на принятие решений. Потому это помогает быть на поле быстрее, чем другие. Говорит Бен Йидер. Леонель Месси. Его историю многие знают наизусть. Аргентинец рос в не самом респектабельном районе Росарио и долго играл с братьями на площадке. Из-за низкого роста мало кто верил, что у него может что-то получиться в большом футболе. Потому Лео довольно долго отрабатывал свои умения на площадке. Это был скорее дворовый футбол, чем футзал. Но тем не менее, я не был бы игроком, которым являюсь сегодня, если бы не набрался опыта на площадке. Будучи маленьким мальчиком в Аргентине, я играл в мини-футбол на улицах и в составе Ньюиллс Олд Бойс. Было невероятно весело, и это действительно помогло мне стать тем, кем я сегодня являюсь. Криштиану Роналду. Да-да, Криро начинал с маленьких площадок на португальском острове Мадейра, где он рос. Пока его не заприметили скауты спортинга. В восьмилетнем возрасте он играл за любительскую команду Андориньев, в которой работал его отец. В десять лет попал в систему Националя и еще несколько лет совмещал занятия на поле и на площадке. Небольшая игровая зона помогла мне развить контроль над мячом. «Всякий раз, когда я играл в мини-футбол, я ощущал себя свободным. С тех пор я чувствую себя уверенно, где бы я ни играл», признавался позже Криштиану. Пеле Король футбола рос в бедном районе города Бауру, штат Сан-Паулу. Его учила замотец, и маленький Пеле не мог себе позволить полноценный тренировочный процесс, потому играл набитым газетами носком или грейпфрутом. Когда он подрос, начал играть в футзал. Пеле считали слишком юным, но маленькая площадка позволяла ему в четырадцать лет играть на равных со взрослыми. Тогда же он стал популярным в родном Бауру, когда вместе с мини-футбольной командой выиграл несколько подряд чемпионатов и стал лучшим бомбардиром. Это намного быстрее, чем футбол из одиннадцати человек. Вы должны думать стремительно, потому что все игроки находятся очень близко друг к другу. Игра в футзал со взрослыми придала мне уверенности. Я понял, что не надо никого бояться. Неймар Кстати, наряду с остальными в мини-футболе начинали свою карьеру Зубастик, Роналдо, Рональдиньо и Халк. Как вы могли догадаться, в Бразилии игра на площадках — неотъемлемая часть местной культуры. Поэтому неудивительно, что на Ютубе полно видео, как маленький Неймар уделывает сверстников каскадом финтов на паркете. Многие считают, что закладываемая в детстве мини-футбольная школа позволяет бразильцам считаться самыми техничными игроками на планете. Это часть их мышления и образа жизни. Не просто так Неймар называет бывшего игрока мини-футбольной сборной Бразилии Фалькау тем, кто оказал на него колоссальное влияние в детстве. Я начал играть в футбол в 11 лет и до 14 продолжал практиковать в мини-футболе. Помню, настал момент, когда я больше не мог совмещать, и мне пришлось сделать выбор. И, конечно же, я выбрал большие площадки. Тем не менее, на меня сильно повлиял мини-футбол. Это очень непростая игра, и она помогла мне развить технику, скорость мышления и умение двигаться на небольшом пространстве. Мне кажется, мини-футбол совершенно необходим каждому футболисту. Алексис Санчес В истории о нем мы рассказывали, что в родной Токопилье друзья дали ему прозвище «Белка» за скорость, проворность и умение лазить по крышам домов, когда туда улетал мяч с площадки. Те игры нельзя было назвать традиционным футзалом, но именно там Алексис оттачивал свою технику. Бытует история, что на одной из таких игр Мерта Копилье так поразился умением босоногого мальчугана, что в 14 лет подарил ему первые бутсы. В 15 Санчеса забрали в полупрофессиональную команду, и он начал свой путь в большом футболе. Алексис играл в уличный футбол с друзьями. Его инстинкты выработались в детстве на площадках. Он до сих пор пожинает плоды тех игр с друзьями. Уверен его бывший тренер Арсен Вингер. Уэйн Руни В основном на маленьких площадках начинают карьеры игроки из Южной Америки. В Европе же футзал не так развит, и талантливых мальчуганов сразу же отбирают в своей академии профессиональные клубы, которые учат играть их по правилам большого футбола. Уэйн Руни — исключение. Он практиковал умения на площадках Ливерпуля, а в возрасте 7 лет в составе команды, представляющей Пап Вестерн, забил победный гол. Затем выступал за школьную команду Ливерпуля в зале, забив за сезон 72 гола, после чего на него обратили внимание скауты Эвертона и завербовали в свою академию. Я всегда играл на улицах с друзьями, и до сих пор делаю это время от времени. Не могу удержаться. Именно там я научился играть в футбол. Академия Эвертона помогла мне стать профессионалом. Тем не менее, в футбол я научился играть на площадках Ливерпуля. А теперь наша традиционная рубрика. Вопрос. Этот знаменитый ныне игрок АПЛ был хорошим другом Бен Едера в детстве, и вместе с ним играл на площадках в пригороде Парижа под названием Сарсель. Подсказка. Как и весам, он выходец из Северной Африки. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания.